Здравствуйте всем, я Оксана и жизнь как она есть. У нас опять два дня не было этих роликов, два по-моему. Беготня, суета и все остальное. Сегодня суббота, сегодня выходной день. И не надо везти детей в школу. Вообще люблю, когда день не разбит. В рабочие дни увези-привези, и вот это время совсем неудобное. А так сегодня мы будем делать оливье. Папа приехал с продуктами. Можно я буду, я не знаю, я вот села чистить, а вас до сих пор нету еще. Хотя до этого все бегали и бундели. Можно я тоже, можно я тоже. У нас здесь яйца в куча почистить. Одно это, конечно, яйца. Яйца и утиные, и индюшинные. Пока ничего не закладываю. Не шурши пакетами. Шуршик. А ты зачем варенье? А, еще пирог будет? А, еще пирог будет? Папа сказал, еще пирог будет. Можно? Ну, садись. Вот, залазь туда и чистить. Я тоже. Сейчас мы такой быстренькой бригадой, и все и почистим махом. Это первые, кто увидит, что я села чистить. Впереди планеты всей. Маша. Даяна. Вот. Просто хочу ответить вот так вот на вас. Поговорить немножко о нашем приобретении. Многие в комментариях спрашивают, что это, кого вы выбрали. Мы еще мучаемся в раздумьях и не знаем, кого. Но я думаю, что правильный выбор будет, это если вот то, что ты первое увидел, то, что тебе первое понравилось, наверное, это будет и правильно. Мне понравился сразу вот этот, который белоносый. Потом выгнали же второго. Второй более спокойный. Не знаю, мост на раскорячку. В общем, не знаем мы еще, кого выбрать. Место на этой неделе подготовим. Курицу надо депортировать в другой хатон, потому что нежелательно птицу держать вместе с пони, чтобы, ну, не дай бог, там в корм не попал этот, ой, помет их. Поэтому переселим овец и коз. Они будут жить с пони и со страусом, а куриц переселим к уткам. Томич, дурная голова ногам покою не дает. Папа выступает, выступает. Ну, нет, нормально уже все. Вот так. Ну, я просто представлю, какой нам тазик сегодня сделать надо. Не такой, как на Новый год. Не такой, как на Новый год? Нет. Нет, на Новый год же мы не так много делаем, потому что куча всех остальных салатов получается. Ну, не знаю, почему-то сегодня с утра встала, как-то так в окно посмотрела, не знаю. Новый год. Да, что Новый год близко. И так Оливье захотелось. Тренировка началась. Тренировка, ага. Новый год самый такой дурной праздник. Три дня готовки, чтобы потом покушать и лечь спать. Потом еще доедаешь. Ну, месяц не доедаешь, но неделю потом еще доедаем. Самое смешное, был один год, вот случай новогодний такой. Готовили там, рыбу солили и все такое. Мы забыли эту рыбу, что солили на новогодний стол. Красную семгу, по-моему, да? Семгу. В итоге мы ее вообще на балконе не нашли. А? Да, даже куда она делась, я не знаю. Наверное, кошки сперли. Но там рыба-то не маленькая была. Такая большая. А еще у нас был случай. Я, по-моему, уже его рассказывала. Ну, кто не слышал, я еще раз расскажу. Есть у меня друзья. И вот раньше они... У меня еще тогда гусей не было. Это было много лет назад. Он решил в подарок нам привезти гуся. Ну, он привез его живого. Сказал, ну, общипайте его. И на Новый год у вас будет стол. На столе гусь. Мы его долго щипали. Честно скажу, долго щипали. Это первый был гусь, которого мы щипали. В часа три-четыре мы его общипывали, бедного мучили. В итоге заморозили. Это был еще деревянный дом у нас. В итоге заморозили его на улице, оставили на веранде. И забыли. Весной, когда все пришло, когда уже все таяло, начали разбирать веранду. О, Боже! Этот гусь уже пропал. Ну, уже такое было страшное. Весь все подтаяло. Кроме гуся, там еще куча мяса пропала. Его сложили в коробки. И все, коробки на коробке составили. И черт знает, что там в этих коробках лежит. Вот бывает и так. Вот сколько нас? Шесть рук-то мы почти уже все яйца перечистили. Осталось совсем чуть-чуть. Лук я уже порезала. Сейчас порежем полбанцу и все остальное. А, Регина, надо с гаража занести эти банку огурцов. Ой, что-то у меня под лопаткой. Я, наверное, плохо спала. Ты, Михалыч, меня всю ночь бил, наверное. Толкал с кровати, чтобы я упала. Как-то так. Вчера смотрела фильм долго. Андрюшка уже уснул. А я вчера наревелась и сидела. Как называется? Несколько. Сейчас не вспомню. Ну-ка, давай, Регина. Несколько раз она у меня тоже спрашивала, как называется. Я вроде бы ей сказала и тут же забыла. Очень такой фильм на реальных событиях. Еще яйца принесла. Невидимая сторона. А, невидимая сторона. Утинные. Утинные. Ну, там у нас лежат в инкубаторе утинные. Нет, давай вымоем сейчас их в холодильник. Слушай. Они же нет. Пока я не проверю оплод. Завтра, наверное, буду проверять, что там у нас получилось. Есть оплод. Нет в яйцах. Вот свежее яйцо. Плохо чистится. Вот. Ну и по поводу фильма. Я говорю, все уже почти спали. Это было уже час пятьдесят, по-моему. А я все кино досматривала на этот. Так что, если хотите посмотреть что-нибудь такое душесчипательное, ну, спокойное, наверное. Вот посмотрите фильм. Почему так тяжело запоминается название? Невидимая сторона. Да, невидимая сторона. Это про американского игрока в этот, футбол, в регби. Бейсбол. А? Не бейсболист. Не бейсболист. Регби. Регби, который с мячом-то бегают по полю. Регби. Американский футбол, да. Очень интересно. Буду рада, если посоветуете мне там в комментариях, какой фильм можно посмотреть. Что-нибудь. Потому что мы обычно что-нибудь делаем, включаем. Вот с утра мы на кухне. У нас компьютер включим. И там мужское, и женское посмотрели. Уже какое-то кино посмотрели. Потом люблю «Неизведанная Россия». Вот эти вот 25-минутные ролики смотреть. Ой, дай-ка мне банку. Нет, ты сейчас всем расскажешь. Ну, дай мне банку. Ну, пожалуйста. Ты всем расскажешь. Ну, дай банку открою за горошек. Выкинула. Нет. Ты сама будешь открывать? Нет, сама открою. Ну, не хочешь показывать? Я так расскажу. Ну, на, на, на. Чтоб людям понять. Немного. Годучство тупое. Цивилизация же шагает, да. Регина нет. Раньше же банки вот такие открывали открывашками. Потом стали вот такие баночки с колечками. Тут у нас Регина открывает баночки так усиленно ножом. Так шик-шик-шик открыла. Эту банку довольная высыпает горошек. И у нее глаза по пять копеек. Тут было колечко. Просто невнимательно. Надо было посмотреть сразу. Сейчас буду я банку разглядывать вот так вот ее, да? Мне поставили вот так банку. Я вот так вот ее и открыла. Да. Сколько? Где все остальные? Да, они там мультики смотрят. Мультики смотрят? Смотрят. Да. Телевизор у нас не выключается с утра до вечера. О, ну сейчас, конечно, защитники скажут, что... О, целый день смотрят телевизор, дети, конечно. Ничего подобного. Там просто телевизор всегда включенный. Только зрители меняются время от времени. Целый день они не смотрят. А, огурчики пришли, баночка. С Даяной мы вчера пытались учить стихотворение. Что-то у нас никак не получается. А мама выучит? По-моему, не Рома выучил. Уже все вокруг его выучили. Мы когда едем в школу, повторяем. А мы же... Я везу своих и еще племянника. Едем, повторяем. Ромка уже это... Ой, Антоха. Смотрю уже тоже. Повторяет следом. Выучил наизусть. Где Ромыч? Я вчера... Он вчера прочитал. Вчера у меня приезжали друзья. Он нам прочитал. Прочитал без выражения. Я говорю, иди тренируйся перед зеркалом. Как должно быть правильно. Приходит, я говорю, прочитал. Я говорю, тебе понравилось, как ты прочитал? Да, мне понравилось. Ему всегда нравится, что он делает. У нас очень высокая самооценка. Как бы он ни написал, он всегда себе... Мама, там еще пятерки ставили. Пятерки ставили, ага. Как бы он ни прочитал, он всегда себе ставит высокую оценку. Даже если мне что-то не нравится, я спрашиваю, Рома, почему здесь так? Ну, я же старался. Вот весь аргумент. Где Ромыч? Называть? Сейчас придет. Попросим его. Прочитать. Нет. Все, молодцы. Все это... Почистили яйца. Практически все. Вот. О, ну, конечно, правда, в яйцах еще пооставляли кучу всего. Все. Все. Вот. Ты прочитал вчера перед зеркалом? Да. Тебе понравилось, как ты прочитал? Ну, немножко. А? Немножко понравилось? Давай сейчас на публику прочитаем еще. Ну, вот. Считай, что вот тебя там сейчас много-много-много человек увидит. И ты должен рассказать, чтобы все заплакали. Ага. Давай. На Брадских мы говорим. Солнце, давай громче, потому что там может быть плохо слышно. На Брадских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букетик цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а в нынче гранитные плиты. И свет на огонь персональной судьбы, что с рудьбой в единую слит. О вечном огне и русский танк. Горящие русские хаты, горящий смолен и горящий рестат. Горящие сердце солдата. На Брадских могилах нет заплаканных людов. Сюда ходят люди покрепче. На Брадских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Вот молодец. Вот выучил вообще, вот все выучил. Ничего не забываешь. Но слишком торопишься. Нужно, вот как мы читали с тобой, нужно с выражением все это рассказать. Не надо торопиться, не надо быстро рассказать. Нужно рассказать красиво. Ага. Будем еще тренироваться. Но у нас есть время до 30-го числа. Мы выучили буквально 3-4 дня это стихотворение. Я хотела ему стихотворение... Вот сейчас пожалела, что я не дала стихотворение ему больше. Мне нравятся стихотворения «Чулочки» и «Варварство». Конечно, очень тяжелое стихотворение. Эмоциональное. Но оно очень длинное. Я побоялась, что он его не выучит. Но так как мы учим быстро, я думаю, до 30-го числа бы мы выучили все. Да? Да. Что я тебе вчера купила? Военскую форму. Военскую форму, военную форму. Ну, я там воткну фотографии потом. Они такие, Даяна и Рома, такие красавчики. Осталось всем остальным. Взять? И будет здесь целая рота. В роте сколько человек, Антюш? Лена, Лана, Рома, Даяна, я... Отделение будет? Сколько в отделении человек? 6. По-разному. По-разному. Ну, в общем, мини-маленькая буинская часть будет. Все? Мама. Что пошел делать? Мультики смотреть. Мультики смотреть. Давай, тупай. Я все уже намочилась. Как так можно было намочить? Да что у меня? Ах, блин. Вот, мама. Ладно. Все. И научились. Сейчас будем резюкать. Кобаку. Грюзюкать. Резюкать. Мы почти приготовили оливье. Ну, минут сорок, наверное, заняло время. Единственное, что вы забыли про морковку. Поэтому она сейчас доваривается. В тазик все это не влезло. Пришлось в огромной кастрюле размешивать. Потом перемешаем. Ну, и в тазик высыпем этот салат. И пока морковка варится, папа же купил у нас джем. Этот густой. Мы решили использовать рассол из-под огурцов, который у нас остался. Это трехлитровая банка огурцов у нас ушла на оливье. Вот остался рассол. И мы сейчас будем делать, ну, я замешиваю тесто на рогалики. Рогалики на рассоле. Как всегда, мы рецепт увеличиваем. Делаем в несколько раз больше. Что у меня. Используем по рецепту идет там 200 грамм. Вернее, 200 миллилитров рассола. 400 грамм муки. 80 грамм растительного масла. Разрыхлитель. Все, яйца сюда не идут. Мы все это увеличили в 4 раза. Ну, чтобы кушать, так кушать уже. Рассол вылили, сахар вылили. Сахар растворился уже. Вливаем сюда же масло. Разгнешиваем. И сейчас буду сыпать муку. Тесто должно получиться такое, чтобы его можно было раскатать. Рассол это вообще уникальная такая штука. Много выпечки, которая делается на нем. Поэтому все идет в ход. Огурцы в салат. Рассол в выпечку. Я не помню, я сказала про сахар, нет? Ну, сахар идет сюда от 50 до 100 грамм. Кому как больше нравится. Хотите посладше, можете побольше добавить. Не любите сильно сладкое? Можно, ну, поменьше добавить. Все, разрыхлитель добавили. Ну, и все, сейчас буду только... Оно немножко сейчас постоит. Ну, минут 10-15. И будем делать рогалики. Вот такое тесто получилось. Ну, немножко, честно скажу, переборщило муки. Поэтому оно будет немножко... Свердоватое, может быть. Ну, оно полежит немножко. Подойдет. И все. Отдыхается оно. Вот таким образом, значит, мы его раскатали. Оно отлежалось. Регина как раз дорезает морковку в оливье. А у Даньки большое-большое желание мне помочь. Мы просто морковку забыли в оливье положить. Нам об этом вспомнилось это. Морковку же надо положить. Да я уже сказала об этом. Сказала. Сейчас будем закручивать и на противень. И в духовку. Немножко все-таки жестковатое тесто. Не такое мягкое, как хотелось бы. Ну, думаю, не все. Понял? Нет. Прошу, нечете не говори. Вот и так. Здесь бочки заделаем. И... Только ты еще не это не положил. Так я тебе говорю, как спрашивай, спрашивай. Просто отрежь ее вот так вот посередине положь. Посередине, может, по бокам тоже? Мне не надо, хватит так. Можно было добавить карахмал еще добавить в этот, чтобы не текло повидло. Ну, ведь карахмала сделали. Денька, понял, что это за рогалики? Алло? Так это это. Как они это называют? Классан? Это рогалики. Классан. Чтобы хвостик туда внутрь уходил дальше. Чтобы хватит? Да. Какой хвостик? Ну, маленький хвостик, чтобы туда уходил. Внутрь туда? Да. У нас же есть сахарная пудра, по-моему. Вот они уже повытикали, елки-палки, много я джема наложила. Конечно. Это я сейчас зафигарю. Давай, зафигарю. Дань, подальше друг от друга надо слаживать. Зафигарь. Что ты вообще говоришь? Я? У тебя получилось лучше, чем у тебя. Ну, хорошо, что лучше, чем у меня. Молодец. Да. Хорошо обучаешься. Ученик. Да, это когда ученик превзошел учителя. Да. Я этому солнцу. Только рада. Серьезно? Да. Это кунфу-пан? Да. Да. Что он делает? Круг надо раскатать. Квадрат раскатаю. Ну, квадрат раскатаешь, я с это срежу. А я еще такой емкость дала. Я дала. Даня. Что? Ну, просто руками раскатывай. Вот так вот? Вот так вот. Вот так вот. Так неудобно. Ну, смысл неудобно? У меня ладонь слишком маленькая, она не достает. Да и что, каждый раз в перемене? Да. Как это ладонь у тебя не достает? У меня ладонь меньше, чем твоя уже, блин. У меня преимущество, у меня скалка. Его силушка будет. Его силушка будет. Дадавишь, у меня скалка сломается, а я нет. Да, 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 да. О, тут тоже надо съесть. Фу, Даня! Нагадил вот здесь. Ты во сколько встала? Вот ножик у меня. Даня, давай я врежу. В одиннадцатом часу, и ты хочешь спать. Я хочу спать. Я вообще встала? А знаешь, посколько я встала? Я ночью просыпалась. Беля такая, меня будет. Я такой проснулся, уже сел, такой сижу, сижу, сижу. Вот там обратно лег. Хотя я и уснул вчера рано. Он встал, такой оделся. В смысле рано? Я кино смогу, и ты пошла в первом часу спать. Ну, рано же. А потом через два часа проснулась, и не то, что Верка тут убила. Потом три часа проснулась, меня убили. Это живая? А кошка с тобой спала? Черная? Да. Нет, сын, я спала так, Маруси, Леди. Ну вот, Леди. Леди в ногах спала. Нет, я вот Леди. Маруся оттуда. Так что, продолжаем мы делать. Покажу уже потом только готовые. Ну вот, первая партия готова. Первый противень рогаликов. Будем пить чай? Да. Да? Сейчас будем пробовать. Надеюсь, что они такие же вкусные, как и на вид. Не фокусируется. А, ладно, так. А, ладно, так.